Микс Ньюс Добрый день, 12 часов, 14 минут в Риге, программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссёр Евгений Копейн. В гостях у нас дорожный инженер, Айвар Стрейтс. Здравствуйте. Добрый день. Выпустили вы книгу «Ригас Брудис» или «Рижская брусчатка». О ней мы сегодня поговорим. И в общем о рижских улицах, о рижской брусчатке. И, наверное, по многим улицам мы сегодня пройдёмся. Звоните и вы нам, радиослушатели наши, дорогие, любимые. 67212-93-9, 67213-93-9. Можете задать свои вопросы. Книга «Ригас Брудис». Почему решили вы посвятить такое исследование, можно сказать? Это всё-таки объёмный труд. Это реализация юношеских мечт. Реализовывал юношеские мечты. И это произошло в студенческих лет, когда была СЦВ. В Ацрига. Старая Рига, да. Да, и где начали задавать себе вопросы. Почему Рига такая? И, в принципе, это, поскольку, ну, если будете читать книгу, тогда эта информация там и поставлена. И сначала был институт ресторации, где можно было изучить информацию в архивах, музеях, библиотеках. Но, поскольку этот институт в 91-м году ликвидировали, или, ошибаюсь, даже раньше, тогда этот весь материал остался у меня. И поставил себе вопрос, что с этим делать. Поскольку в Старой Риге произошли большие объёмы работ по снятию асфальта с улицы Старой Риги, мы этот материал использовали для реконструкции улиц. И тогда постепенно это всё можно было использовать. В 2003 году со своим таким хорошим знакомым Петерс Блумс встретились, и он мне задал вопрос, можешь ли сделать подробную информацию насчёт... Брусчатки? Насчёт, да, каменных покрытий в центре Риги, не только в Старой Риге. И, в принципе, тогда у нас создалось взаимодействие с АТИС и Безапартментом насчёт того, чтобы изучить всё, что находится в центре города, в Астерской Центре. И тогда прошёл все улицы, и площади, и даже, ну, грунтовые участки, да, где можно попасть. И, в принципе, эту информацию собрал уже больше, чем в Старой Риге. И потом, в 2011 году, были разговоры с журналом «Латвийская архитектура», и задали вопрос, а не может ли для нас сделать информацию насчёт всех предместей Риги. И, в принципе, ну, для этого не было такого финансирования, но, в принципе, и для себя тоже проехал все улицы, которые в Риге, с каменным покрытием, официальные места. И, в принципе, создал экскурсию для читателей по и по Ладальской предместии, ну, по всем предместиям. – Это такая энциклопедия брусчатки, можно сказать. – Да, да, да. И тогда я… Но это всё-таки информация в журнале. В принципе, такая мгновенная вспышка, но это, ну, не даёт такого результата. И понял, что это дело не сделано до конца, и решил это всё объединить в книге. Ну, книга тоже, начал её делать уже в 2011 году, и постепенно это всё накопилось, и как-то вышло, что в Кипселе встретился в рынке книг Сюмовой с Юрием Исоцким. И наше содействие было успешное, и в течение одного года, это мы поставили и сделали макет, и достал финансирование, цельное финансирование. В принципе, это тоже интересная история. Книги уже получили те, которым её надо было получить. Все, которые мне помогали издать эту книгу, были дорожники. Или проектировщики, или дорожники-архитекторы, или строительные компании. И брусчатные компании, и большие. И в довольно маленький срок я достал, показывая всё это, макет этого материала. Все сказали, что это нужно. И, ну, это дело пошло. Ну, и действительно, брусчатка у нас покрыта, ну, вот, как Вы сказали, да, от старой Риги, от центра, так Вы чуть-чуть-чуть расходились по всей Риге. И это такая, ну, можно сказать, одна из достопримечательностей в том числе. Ну, кому это достопримечательность, кому это хлопоты. Особенно молодым девушкам, да, которые идут на шпильках. Ну, это да, но всё равно в угоду ведь. Но если поехать за границей, посмотреть в Праге, там, в Польше, этот материал, ну, идея сама тоже этой книги та, что этот материал можно использовать и в наши дни очень хорошо. Это не будет осложнений никакие, если это качественно сделать и знать, что было раньше и что делать дальше. Цель книги не только как такой материал технический и с прибавками истории, но цель немножко иначе. В школах это не учат. И, в принципе, проблема та, что эта профессия мастерщика может уйти в прошлое, если этим специалистам не будет возможности нормально практиковать. Но главное, что это надо делать так, чтобы учили в школах. И сегодня тоже я отдам экземпляры, которые мы договорились насчёт, ну, когда помогали мне издать книгу, я отдам Долгопилскому техникуму. Научный наглядный материал, да? Для библиотеки. Ну, это первый шаг. Я надеюсь, что эта книга будет начало, следующим шагом для лекций в техникумах и также их технический университет и архитекторам, и дорожникам, чтобы было понятие, что это совсем другая технология, это и совсем другие расценки. И нужен другой подход, чем делаются новые покрытия. Ну, вот сейчас, наверное, один из самых таких ярких примеров – это мост, Брасовский мост, который был покрыт брусчаткой. Что с ним дальше будет? Может быть, вы знаете, останется он, потому что говорили, что это будет просто асфальтовая плата? Ну, я… те, которые помогали для книги, тоже рейхстилд. Я с ихним начальником разговаривал насчёт этого. Как будет с покрытием, я не знаю, хотя есть в Риге многие места, где этот тип покрытия дороги надо сохранять, но есть места, где он уже лишний. Где, например? Тоже самый Брасовый мост, Гайстилдс, тоже, конец Крещан-Барона. И, в принципе, в таких магистральных улицах, ну, узлах транспортных, он уже, ну, в принципе, не даёт своего результата. Могут быть элементы из брусчатки, чтобы, ну, информировать шофёра, что, ну, ты наехал не на то место, где надо. То есть, как опознавательное… Да, 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 да. Уже почувствовать его, да. Но цель, ну, полностью в таких местах брусчатка не нужна. Есть в Риге тоже некоторые улицы, в которых нет ничего от старого, новые дома или частные, или, ну, квартирные дома. Но, в принципе, если старого, старых зданий нет, тогда этому уже нет смысла. Ну, улица Барона, наверное, тоже такой яркий пример, потому что там же перекладывали даже эту брусчатку по новой, и эта велодорожка, как вы, как именно дорожный инженер можете оценить? Ну, я уже в многих местах говорил, что Кришан, ну, не всё чёрное и не всё белое. Это было много экспериментов, чтобы внедрить новые материалы, но суть менялась в покрытии, потому что прежде там ехал просто транспорт, но когда поставили другой материал и с другим основанием, тогда начались проблемы. Проект сам, в принципе, это хороший. Там есть некоторые ошибки, да, надо признать. Есть эксперименты, которые, может быть, удались или не удались, да, но, в принципе, Кришан Барона улица подняла, ну, уровень благоустройства улиц намного выше, чем раньше. Это надо оценить. И то, что не всё удаётся всегда, ну, это логично, и тогда надо, в принципе, эти ошибки, ну... Учитывать. Да, учитывать и их, ну, снять, да. Надевайте наушники, у нас звонок. Слушатель нам уже достаточно долгое время пытается дозвониться. Выслушаем. Добрый день. Сделайте, пожалуйста, радиоприёмник потише, а то мы эхо слышим своё. Да, делаю радиоприёмник потише. Я тоже имею отношение к брусчатке, но я книгу не написал, я сделал свой в Ютьюбе, в интернете. Моими соображениями брусчатку можно делать немножко по-другому, чем позволяют наши современные технологии. А именно, у нас есть технология экстрик сухого бетона. Если мы выкладываем на экстрик брусчатку, устанавливаем брусчатку, то это та брусчатка, по которой, в принципе, могут ездить автомобили. И у эстонцев примерно похожая есть технология для старого города, она называется «сухие бетоны». Когда специальный бетон, который пропускает влагу, ну, атмосферные засадки, но при этом он удерживает нагрузку автомобилей. Что мы знакомы вам о такой технологии? Есть ли в этой книге описание таких технологий? Это вопрос первый. И вопрос, скажем, вернёмся к этой улице, о которой только что вы говорили. Эта интересная улица, интересна она в том плане, что традиционная брусчатка в городе стоит за камешек 12 евроцентов. Тот камешек, который укладывался на этой улице, стоил 68 евроцентов. Те, которые его занесли в проект так, как будто бы это исторический камень. Хотя исторически никогда таких камней на территории Риги не было. Но это не самое смешное, что булыжниковый камень, который вытащили стоя мостовой, у него продавали на рынке, на чёрном, за 2 евро за штуку. Таким образом, кражи из государственной казны, по моим субъективным данным, составило с каждого камешка порядка 1 евро до евро 20. Если это помножить на несколько миллионов брусчаточек, то это одна из самых больших афёр, наверное, Рижской думы за время строительства этой улицы. А вот покомментируйте тоже, пожалуйста. Спасибо. Ну, первый вопрос. Ну, я считаю, что надо быть обстоятельством, чтобы это бетонное покрытие ставить. Ну, брусчатка ставится на песке, грубом песке. То, что эстонцы делают, первое, что надо тогда в улице сделать, это сделать реконструкцию всех коммуникаций, чтобы не надо было всё это взломать. На крышах барона это было очень эпизодично. Так что это надо подготовиться, чтобы это делать. Насчёт камней, когда снимаются камни, в принципе, и в проектах должно быть оговорок, что камень сдаётся в склад, и потом этот материал используется вторично. Если это делалось иначе, это ответственность тех, которые это сделали. Ну, очень много примеров, что это, ну, были разные варианты, как камень пропал. Но я некомпетентен сейчас ответить, что происходило тогда с этим материалом. Но, в принципе, когда делается реконструкция, и тогда или собирается, ну, остаётся материал в складе или на месте. И тогда его используют сразу, перемощают. Но там была проблема была другой, с основанием, потому что бетонная брусчатка – это другое основание, а брусчатка – это совсем другое. Из-за этого были эти все деформации, невозможно было всё это уплотнить нормально, и потому и надо было перемостить. Пока это всё уже сгладилось. Нам сейчас надо прерваться на перерыв, на рекламу. Мы вернёмся буквально через пару минут, не переключайтесь. Мы продолжаем. Дорожный инженер Айвер Трейтис у нас в студии, автор книги Ригас Брудис про рижскую брусчатку. Говорим мы сегодня о проблемах, которые с ней связаны, об её истории. Где в Риге самая-самая древняя и старая брусчатка? Куда вот прийти, посмотреть на неё и понять, что каждый день мы, возможно, ходим по каким-то вообще историческим памятникам? Я не могу сказать. Потому что всё, в принципе, переработано. Насчёт брусчатки надо иметь в виду то, что через некоторое время её надо перемостить. Должны быть работы, которые... Технический ремонт, средний ремонт. И это надо делать всем улицам. Было... Постепенно было так, что... Ну, улица Тарбат. Сначала она была полностью с... С колотым камнем. А потом, когда сделали перемощение, их стало не хватать. И потом поставили края с булыжниками. Ну, галлоками. Булыжниками. Такие круглые боицы с булыжниками. Так что, ну, в каждой улице есть своя история. Но сказать, где самый старый, это только где происходит археология, и где нашли этот камень. Но обычно в этих местах этот камень снимается, и делается уже новое здание. Но остаётся информация, что там было. Вы сказали, что где-то смотрели по всей Риге, по всем предместиям, и где-то, я знаю, что закрыт был булыжник слоем асфальта. Были такие места, где прям снимали? Они и сейчас есть. А какие у нас улицы, которые покрыты асфальтом? Нет, ну, в принципе, так. И в 30-х годах, и в 60-х годах учили в школе, что это очень хорошее основание для асфальтного покрытия. И, ну, когда асфальт уже не держит, тогда очень часто появляется это основание, которое осталось. И, в принципе, если эти камни не засорены битумом, их можно спокойно использовать. Но вопрос, в каком качестве они. Это и улица Чакка, и Валдемар. Сейчас я работаю над большим объектом по Валмерс. Я думаю, что там тоже будет. И, в принципе, надо предусмотреть, что, когда снимаем асфальт, это не брать это всё экскаватором и отвозить на мусор, да, но это всё сортировать и сдать на... Ну, вторичное использование? Да, конечно, конечно. Но насчёт брусчатки ещё такое дело, что оно всё-таки уже иногда становится некачественным, оно становится круглым в поверхность. Это может быть больше от того, что когда были повозки. Но в Риге тоже, в Старой Риге, есть некоторые места, где надо менять этот камень. Как это делать, это уже следующее дело. А если в Старой Риге, например, машины не ездят, да, там пешеходная зона, насколько эта круглая брусчатка может тогда мешать, если это пешеходная зона? Ну, он уже сношен. И, в принципе, если делать реконструкцию улицы вместе с коммуникацией. Сразу всё? Да. Вы сказали улицы Чака, Валдемара и Валмерес. Там скольки летняя брусчатка, может быть, каких-то сто лет, пятьдесят? Валдемар – это конец XIX столетия, может быть, больше к середине. Это шведский камень. Но это не только шведский, это с разных мест перевозили. Но начатка – это то, что я видел, когда делали теплотрассу, тогда это булыжник, который остался ещё, там, в зелёной разделяющей полосе. И, ну, тоже, когда делали библиотеку, это было на Акманиел, мокусал, съел. На мокусал так и осталось под газоном булыжник. Под газоном булыжник? Да, да, да. Там, где вот эта зелёная распределительная полоса? Да, да, да. Нет, не распределительная, там, где тротуар. А, угу. Ну, расположение улиц меняется из-за этого. Ну, и также вот начатка на распределительной полосе там осталась ещё. Ну, какие, ну, как ширина, ну, мне трудно сказать, это надо просто снимать это всё, и тогда это увидено. Вы говорите о таких каких-то исторических вещах. У нас нет какого-то музея или задумки о музее каком-то брусчатке? Или в каком-то музее какая-то комната брусчатки? Ну, сперва, если что-то такое кто-то хочет сделать, тогда надо помещение, и кто за это платит. Ну, к вам не было таких предложений? Нет, нет. Нет, потому что сейчас главное, чтобы это всё вообще осталось при жизни. Как мастерство. Чтобы молодые парни не смотрели только в телефон или в компьютере сидели, но есть которые с хорошим здоровьем, чтобы шли учиться мастерщиками. Где у нас можно учиться мастерщиками? Есть прям такая вот профессия или отделение на той же там дорожной? Я уже тогда рассказывал, что цель книги – это первый шаг. Второй, чтобы начали учить в школах, в техникумах. И в техникумах – это Салдус, Смилтоне, Долгопилс. И для прорабов, чтобы эта информация была в техническом университете. В техникумах уже там есть смысл учить, чтобы был ангар, в котором песчаное место, и где они могут учиться и булыжник ставить, и колотый камень, или даже мозаику. Но это я, конечно, не могу это учить. Это надо те, которые… В принципе, те, которые делали эти покрытия в Старой Риге, на тротуарах, они могут учить это. Но это такое ремесло. Вы рассказываете, как художники есть, кто там лепнину делает. Вот такого же плана, наверное, тоже. Да, но где-то три года обратно я старался, чтобы возобновить через аматные цепс камеры, ремесленная камера при Малой гильдии, чтобы возобновить сертификации. Есть только два сертифицированные мастерщика. И это надо, чтобы была система. Если системы нет, это опять откинется обратно. А как мотивировать? Как объяснить, что это… Ну, они же видят, люди молодые, что там всё асфальтом покрыли, бетонами этим проехали скотком, и всё, и нормально. Ну, наверное, это будут делать такие даже шутники, как я. Это надо выйти этому вирусу, тому, который любит камни, хочет с ними работать. В Латвии очень много интересных мест. Не только в Риге, в Латвии очень много мест, где можно увидеть, как раньше делали. Ну, в Талсе есть самое старое булыжное покрытие на улице. Я когда там был, ну, я немножко работал, как, ну, проект «Воды» и «Тайс». Мостов, ну, фирма «Мостовщиков». И тогда была возможность увидеть, но тогда не вышел этот объект, у нас не состоялся. Но, в принципе, была возможность познакомиться с этим местом. Есть довольно много мест, но я много что не знаю. Тогда мы с семьёй едем каждый год по Латвии, какой-то регион обхватываем, и каждый раз мы что-то новое увидим, ну, замечаем. Так что, есть, может быть, кто-то, кто может мне подсказать тоже, какие места. Я буду рад за это. Вы сказали, что есть места, где уместна брусчатка, есть, где она неуместна. Как понять? Это там, где всё-таки для машин предназначено, там неуместно? Или как? Да, да, да. Какая цель транспортного узла или улицы? Конечно, у нас есть улица экспорта, Вены и Безгадпы, которые тоже как магистральные, и они очень хорошие, ну, примеры, да. Но водителям многие не рады, что им приходит каждый день. Да, но, понимаете, если была бы нормальная система среднего ремонта, проблемы в тех местах, где меняли коммуникации, разрыли, возновили, но когда делается ремонт коммуникации, невозможно полностью уплотнить основание. И из-за этого состоится оседание. После некоторого времени опять надо сделать ремонт этого места, и тогда постепенно будет нормально. То есть, в идеале брусчатка уложена, когда она ровная, и, в общем-то, не заставляет большого какого-то неудобства автоводить. Да, ну, если у нас, ну, среда, которая, ну, историческая, тогда это, в этих местах надо у нас сохранять. И, ну, шоферы тоже не будут, ну, есть, ну, какие цели этого места, как мы хотим сохранить, или как историческое место, где надо и среду сохранить историческую, или, ну, это будет новое место. Надевайте наушники, еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. По поводу укладки брусчатки. У нас есть, ну, катастрофическая ошибка. Смотрите, там, где ходит техника, там должна быть 10-сантиметровая брусчатка и обязательно укладка на легкий домик, который пропускает воду. Там, где не будет техника, там обязательно на шведский камень ставится 10-миллиметровый брусчатка. И тогда уже десятилетия. Так делают в Амстердаме, я лично так укладывал. Так делают в Швеции. Так делают в частных дорогих ремонтах в Латвии. Но везде в госпроектах у нас укладывается на пяток. И у нас привело это к тому, что у нас до сих пор нету ни одной хорошей улицы. Дальше по брусчатке. Самая старая брусчатка, которую можно увидеть, это улица Тыргоню. 173 года брусчатки, которая была уложена там. Спасибо. Ну, тогда можно смотреть, что есть и другие такие же старые улицы, но они все перемощенные, да, и это уже совсем новое. То есть не аутентичная, не того времени укладка. И я не могу сказать, что в Риге какие-то очень старые и прекрасные примеры мощения. Это все переделывалось. Ну, я самым хорошим примером могу сказать, вот это улица Айсал, на Братское кладбище. То, что там эти люди сделали, ну, это перфектно. Ну, и Вена и Безгатов тоже, да, которая общая улица, ну, с большими красными линиями, там и местные полосы, да, там для этого времени, когда эту улицу делали, она была очень, ну, как пионер. Насчет этого, ну, брусчатка сама не 10 сантиметров, она выше, от 12 до 15. Но в каждой стране есть свои технологии, свои материалы и свои традиции. Так что, ну, может быть, в Амстердаме делают по этой технологии, и у нас это надо принимать. Хотя, ну, надо иметь в виду еще местные климатические условия. В Амстердаме нет большого мороза. В Риге это все-таки иначе. Ну, я не знаю, как в следующие годы будет, да, но, в принципе, это, ну, надо иметь в виду. Может быть, ваше предложение неплохое, да, но тогда тоже, если ставится на бетоне, ну, опять, если будет ремонтные взломы, тогда это все полетит просто. Будем ощущать. Еще один звонок. Примем? Добрый день. Да, добрый день. Вот расширю вопрос, наверное, Владимира. Правда, человек очень, ну, с большим опытом строительным, ведет большой видеоблог в Ютубе, свой канал у него. Ну, правда, человек с большим опытом строительства, который делает. К нему надо присутствоваться, и по всему миру он внедряет какие-то технологии. Понимая, у нас этого, мы всегда ищем свой путь, правильный, неправильный, но лепим мы своего горбатого и потом пожимаем свои плоды. Это у нас, наверное, в Латвии так принято во всем, что там есть здоровье, да, медицина, ну, можно много чего взять. Вопрос будет по Венсполсу. Вот почему в Венсполсе стоит брусчатка, вроде же там завод был, как бы, нашего олигарха, до сих пор она стоит, насколько она качественная, сколько лет она там простоит. Езжу в Венсполс часто, брусчатка стоит до сих пор, там, на протяжении 15 лет, я уже там каждый год бываю. Но в каком месте? Отключился наш радиослушатель. Ну, была история, когда, да, весь Венсполс там перекладывали, но это плитка, может быть, да, а не брусчатка. Это совершенно другое. Брусчатка у них только около ратуши. Ну, я довольно долго не был в Венсполсе, так, чтобы всё просмотреть, но, в принципе, в Венсполсе хороших старых покрытий, в принципе, это нет. Та брусчатка около ратуши – это новое покрытие. Это привезли из Финляндии и мучились, чтобы обработать ещё дополнительно, потому что эта брусчатка была колотая, но не была шлифованная поверхности. И были большие проблемы. Ну, а других я таких, ну, может быть, я не знаю. Ну, мне кажется, что слушатель имел в виду именно плитку, потому что, да, тогда очень много говорили, как на той же бара, на тротуар. В том-то и дело, что я очень часто, и когда в Бувалде, да, ну, надо мне провести разговоры, ну, специалисты, которые занимаются изданием заказов, они некомпетентны насчёт этой технологии. Они не знают это. То же самое, но есть пример, но если у нас есть время. Есть. Ещё время есть. В 15-м году делали мостовые улицы около Гризнинкаунс. Я прошёл, посмотрел, я понял, что там нет ни одного мостовщика, что, ну, этот, аморс, как бы. Аморс – ремесленник? А, это молоток? Да. А молоток наставщика, они используют только, чтобы привести шнур. И ставят камни, как лего. Я пошёл в САТИКС-департмент, когда у них были ещё технодзор. Я им говорю, парни, вы получите брак. Они говорят, это не наш объект. Я говорю, это ваша улица. Вы за это ответственны, потом будете. И один из молодых технодзоров говорит, а нас это в школе не учили. Это было одно из оснований, почему я сделал эту книгу. Ну, это только первый шаг. Как это пройдёт, я не знаю. Это будет через десятилетия, наверное. Ну, если у меня ещё будут силы. Вы являетесь дорожным инженером и проектировщиком. И хотелось бы об этом тоже с вами поговорить. По поводу круговых движений. В Риге, вот мы там уходим на Южный мост, да, там внизу круг. Тоже му кусало, тоже круг. Вот это то, куда нам надо двигаться, например, для того, чтобы тех же пробок избежать. Это же вечный вопрос. Как проектировать так, чтобы наше движение так разгрузить, чтобы всем было комфортно, удобно. И для всех мест хватило. И для общественного транспорта, и для велосипедистов, и для машин, и для пешеходов. Это сложный вопрос. Но, в принципе, я не так компетентен. Потому что, чтобы понять, как будет работать круговое движение, для этого делается микромоделирование. Где в компьютере разыгрывают разные комбинации. И тогда принимаются лучшие решения. Это довольно дорогостоящие предприятия. Но, в принципе, и работают. Но есть в городе и макромодель тоже. Это по большому счету. Но результат... Я говорю, я не могу ответить, потому что я сейчас с этим так не связан. Но какая улица, на Ваш взгляд, в Риге наиболее приспособлена для всех, чтобы, ну вот там все сосуществуют более или менее дружно? Понимаете, Рига радиальный город. И с утра работающие заезжают, вечером выезжают. И с исходящими последствиями. И из-за этого и есть эти пробки. Ну, в принципе, это... Это я считаю, что Рига довольно для заезжающих и для местных жителей не самый лучший город. Почему? Поскольку сделали платные стоянки. Все как надо. Но забыли сделать парк-н-райд стоянки на рубеже города. Ну, это как-то осталось. А не вы пользовались у нас спросом? Схема-то разработана. Но это все не работает. В принципе, это... Я не знаю, почему. И эта система не работает. Ну, если мне надо думать, какие деньги мне надо будет платить, когда я заезжаю в город, и где оставить машину, но это не самый лучший вариант. Конечно, это опять последствия. Того, что многим надо заезжать и потом выезжать. Ну, такая есть Рига. Немного времени у нас остается. Что вы можете сказать по поводу задумки сделать одну из рижских улиц пешеходной? И какая, на ваш взгляд, наиболее подходит для этого? Потому что мы тоже в студии обсуждали, у нас была дискуссия, какая улица лучше. Или которая выложена брусчаткой, или, наоборот, вот асфальтовая будет, например, по-моему, улица Нисколос, а стабу улица. Вот она, например, с асфальтовым покрытием. На ней тоже будет эксперимент проведен. Стабу совсем другая функция. Ну, обычно там были разговоры насчет Крещан-Баруон, Тарбот, да. В свое время мы насчет этого и работали, когда Шлесерс еще был при власти. В принципе, это не было бы проблем, и на Крещан-Баруон делать как. Но главное то, что эта улица предлагает этим посетителям. Если там будут нормальные возможности предпринимателям сделать свои кафе или, ну, разные услуги, если будет возможность где-то поблизости оставить машины тем, которые хотят туда ехать, тогда эта улица будет жить как. Ну, второй не менее значительный вопрос местных жителей. Потому что сейчас тенденция, что от центра люди убегают, от Старой Риги уже почти убежали, поскольку это территории, которые неблагоприятные. Там это целый комплекс, и город тоже задавал вопросы, искал варианты, как это сделать. В принципе, это в центре очень много территорий, которых можно использовать, чтобы этот сервис сделать. Но это частная собственность. Ну, жаль, что город живет своей жизнью, а участники, владельцы земель и домов живут своей жизнью. И, в принципе, между собой это совместная работа происходит. Ну, я считаю, что слишком мало. Ну, потому и сейчас я завязан в проекте разработки ливневой канализации в центре города, чтобы, наконец, разделить. И тогда, когда эта система... Ну, хотя это другой разговор, конечно. Мы будем звать еще, и мы об этом поговорим, это тоже актуально. Да. Ну, так, ну и когда вот эта система сделает, ну, сделать хармоничной, тогда и возможность есть развиваться с частниками. И тогда может нормально развиваться диалог между городом и частниками. Мы надеемся, что когда-нибудь диалог приведет к каким-то продуктивным делам и решениям. Дорожный инженер, проектировщик, «Аверстрейтс» был у нас в студии. Спасибо вам. Анастасия Смоловская провела программу. Евгений Копейн помогал в качестве звукорежиссера. Спасибо вам за звонки и участие. Всего хорошего.